Мы находимся с вами на третьей мишне, четвертой главы трактата Сотан. И прошлая мишна говорила нам ситуации, в которых муж просто расстается с женой, и ее не подвергают процедуре горьких вод, при этом она лишается ктубы. Например, мы говорили, если она сознается в содеянном, то есть она просто сама созналась, или она не сознается, но говорит, что я не хочу пить воду, тоже все понятно. Либо муж по какой-то причине не хочет, да, либо был спор Бейт-Шамая и Бейт-Венеля, что делать, если муж умирает. А в Торе написано, что эта процедура делается только ради воссоединения мужа и жены. Так а смысл, если муж умер уже, не пережил всех этих волнений, то тоже она не пьет, и тут спор, она получает ктубу или не получает ктубу. То есть ее презумпция невиновная, и должны доказать, что она согрешила. Либо, как говорит Бейт-Венель, нет, она должна доказать, что она не согрешила, потому что были свидетели, что она уединилась, и тогда она не получает ктубу. Так наша Мишна приходит и рассказывает про ситуации, когда тоже, да, мы учили выше, что если человек вступает в брак с женщиной, которая ему запрещена, то есть этот брак вообще запрещен, как, например, да, Коэн Годоль женится на вдове, или обычный Коэн женится на разведенной женщине, да, запрещено. И тем не менее они это сделали, а потом у них случилась эта ревнительная ситуация, он свою жену приревновал, предупредил, а потом она все равно уединилась. Мы сказали, что в такой ситуации сота не работает, нету закона соты. То есть, а, вы все равно против воли Всевышнего поженились, так Всевышний не будет вступаться, чтобы этот брак спасать. Как сказано в Толике Тисте, и что? Что когда его жена Тисте, его жена написана, да, то есть Береу Ялы Ишут, которая была, на которой можно жениться, то есть жена это та, на которой можно по закону легитимная жена, а все нелегитимные жены не подходят под этот закон Мишна. Вот это приходит наша Мишна и добавляет еще разных женщин, которые нелегитимны для брака. Как, например, вдова, которая беременная от своего мужа, который умер. Он мне некотинокот, или она еще кормит детей. О, потому что есть такой запрет. Мудрецы запретили женщине, у которой ребенок, и она еще кормит его, в течение двух лет выходить замуж вторично. Да, мы знаем, что кормление занимает два года. В Мувара там объясняется причина этого в Геморе, в Ямамот. Почему? Потому что она забеременеет, и у нее охладится молоко, или остановится молоко. В Ямамот отинок мираат, и ребенок умрет от голода. Видимо, каким-то образом, да, это прервет цикл женщины по выработке молока, то есть вторичное замужество. А в Русалимском Талмуде написано, если человек женится на беременной жене своего друга, или на кормящей жене товарища, про него сказано в Торе, про него написано, И поэтому также наша Мишна еще будет разбираться с женщинами, которые не фертильны, то есть они не способны где-то рождению. И что касается таких женщин, не способных рожать детей, есть спор. Как будет объяснено в Мишне. Итак, давайте посмотрим все. То есть, первое, первый вариант так. Если человек нарушил запрет мудрецов и взял себе в жены беременную вдову или вдову, кормящую детей внутри двух лет. О, да, лошо тот. И потом случилась ситуация, что он ее возревновал и как-то так. Не будет никаких горьких вод. Им кинала гэмминистру. То есть запрет мудрецов, чтобы тоже она называется запрещенная жена. То есть, даже если он ее предупредил, и потом пришли свидетели и сказали, что видели, как она с кем-то уединилась, он не сможет отвезти ее пить воды сотые. Потому что изначально такой брак был запрещен. Хоть и от мудрецов. И такая женщина не получает выплату по Ктубе. Это такие дивре Раби Мэйр. Так считает Раби Мэйр. Потому что Раби Мэйр говорит, что не должен человек жениться на беременной женщине или на кормящей женщине. А если женился, то его наказывают, заставляют развестись, и больше никогда он не сможет на ней жениться. Но мудрецы же говорят, Мудрецы более лояльны в этом вопросе. Они говорят, да, действительно он должен с ней развестись, но через какое-то время может ее вернуть к себе. То есть, просто пусть пройдет это время. Да, не раньше времени. То есть, когда пройдет время кормления ребенка. Если она была беременна, то она должна родить. Когда она родит, она должна его выкормить два года. И потом может на ней жениться. То есть, они спорят с Раби Мэйром и говорят, что хоть он и должен с ней развестись, если он женился против запрета, все равно потом он может ее взять по истечению срока кормления детей. Поэтому, То есть, нельзя про такую женщину сказать, что вот, на ней никогда нельзя жениться. На ней можно жениться, только нужно дождаться истечения этого срока двух лет кормления ребенка. Выходит, что получается, у них есть вероятность того, что она будет пить горькую воду. И поэтому, если он ее предупредил с кем-то не уединяться, она это сделала. У нее, да, будет день сута. У Машкину, да, это маем. Ее будет поесть этими горькими водами. Да, то есть, в этом разница. Получается, что? Если в ситуации, когда оба, когда человек приступил запрет и женился на беременной вдове, и второй женился на беременной вдове, по мнению Раби Мэйра, если он женился, то все, это финиш, что ему надо только развестись, и он никогда на ней жениться не может. Вторично. Поэтому день сута к ней неприменим. Но по мнению мудрецов, которые говорят, что даже если он нарушил, его надо заставить развестись, но, в принципе, они потом могут сойтись, то есть с такой женщиной, да, применим закон соты. Айлунит. Айлунит, это как раз то, что мы говорили. Второе, это женщина, не способная к деторождению. Такая без... То есть не способная к деторождению, она... С ней какой закон следующий. То есть по природе своей она просто не способна к рождению детей. Она называется Айланит. От слова Айль, как бы Захар, то есть как бы мужчина, в ней такая мужская черта, она не способна рожать. И Айлунит, это вообще такая фригидная женщина, у нее нету признаков женственности, то есть она как бы не превращается в женщину. Такая мальчик-девочка, и она не становится девочкой никак. У Закена, или, например, старая женщина, у нее уже после климакса, у нее уже нету обычного у женщин, то, что бывает. Та же проблема, у нее она не может рожать. Ой, видишь, какой-то есть еще... Или просто, которая не может рожать. Например, она выпила стакан окрина. Было, видимо, что-то такое, что ты выпиваешь и теряешь способность к родиторождению. Коль, Айлу, все эти женщины лошо тот в лоно тот ктуба. Вау. Они не пьют и не получают ктубы. Не пьют и не получают ктубы. Интересно. Ну, Айлунит, да, понятно. То есть, как бы такой брак изначально, если бы я снялся, что женщина не превращается в женщину, скина, это уже старенькая, уже прекратилась. У нее обычная, у женщин, муж ее, она все равно так себя ведет. И та, которая не способна где-то рождению. Шейнан, рот, лейшут, они не... На таких женщинах нельзя жениться. То есть, изначально, если женщина, ты знаешь, что она взяла и вырезала себе трубу, выпила этот окрин, и теперь она не может рожать, или она уже стара настолько, что у нее нет периода и прочее, или Айлунит, она фрегидная, то в всех этих случаях на таких женщинах нельзя жениться. А поэтому, если человек женится, он не сможет сделать из нее соту, а она не может претендовать на потому что есть такая заповедь про урву и как бы смысл, и человек изначально понимает, что он эту заповедь не выполнит. Раби Лезер же говорит рует лейшут, нет, на них можно жениться. Потому что, говорит Раби Лезер, какая проблема, он может на ней жениться, а для про урву взять себе вторую жену, да, можно взять вторую жену, возьмем вторую, какие-то и расти и умножаться через ту жену, которая может рожать. И при этом может содержать и эту гилках имкинала хенвенистеру, поэтому, если у него была жила Айланит фригидная, и он ее предупредил с кем-то не уединяться, она все равно это сделала, а рейхеншотот, они да, будут пить, потому что они не являются запретными женщинами, так как они не единственные, на ком может мужчина жениться, а если так, она подпадает под ликитимную жену, а если так, на нее распространяется закон Сота. Но Аллаха не идет по мнению Раби Лезера. А все остальные типы женщин, говорит Мишна, они либо пьют горькую воду, либо не получают ктубу. Как мы учили в прошлых Мишна, что он говорит Эйнишота, йоцет, белок ктуба. Как, например, в ситуации, если женщина отказывается пить, по какой-то причине боится, не знаю, вдруг она говорит, я не хочу, не хочу проходить эту процедуру, и говорит, хорошо, все понятно, но ктубу ты не получаешь. И они расходятся. Итак, четвертая Мишна, длинный Мишна, йоцет, не получается делать по две. Давайте скажем Илуни Шмат, сегодняшняя Мишна была возвышение души Ребеки от Акива, Аннулада, Мин Наоми, Авраам, Бен Йосеф, Аннулада, 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 София, Бен Лев, Бен Лев, Бен Марк, Михаил Бен-Изасили Бат-Гриш, Исаак Бен-Зейд, Мордыха Бен-Исраэль, Новид Бат-Исраэль, Ноламин Тэлло, Данил Менахмедл Бен-Хана, Фаина Бат-Исаак, Лариса Бат-Авраам, Михаил Бен-Исак, Роза Бат-Мейсия, Елизавета Бат-Лев, Маргарита Бат-Лев, Алла Бат-Авраам, Мария Бат-Авраам, Николай Бен-Авраам, Татьяна Хая Бат-Мая, Алик Давид Бен-Айзек. Добавь, пожалуйста, Дина Бат-Лев. Всем, Шкоя, кого добавить? Дина Бат-Лев. Дина Бат-Лев? Да, да, да. А можешь ее добавить тоже сюда? Ах, спасибо, хорошего дня. Шкоя, всем хорошего дня. Дина Бат-Лев, да? Да, это тетя вот, которая у меня умерла. Да, да, да. Дина. Вот так. Спасибо, Альберта. Все. Шкоя, давай, Влад. Редактор субтитров.